Продолжение следует... В спорте Алексей Малецкий. Ухо, привет, Алексей. Это не точно насчет лучшего. Почему? Ну, это мое личное мнение, им хо, скажем так. Ладно, хорошо. Хорошо, буду считать, что сижу, даю интервью фанатам. Да, да, давай так считай. Слушай, а кем ты? Вот ты не всегда был вообще комментатором. Ты когда-то наверняка работал в какой-то человеческой профессии. Колхозником был. Ты колхозником был? Да, давай, наверное, начнем сначала. Долго я не работал. Я, ну, понятно, учился, потом шпилил. И в какое-то время я работал, один год где-то около года я работал в компании GSC, которая сделала казаков и сталкера, если ты знаешь. Ну, я там была такая достаточно лоховская должность, типа тестер. Но это была такая первая, наверное, работа, за которую я реально получал деньги. Ну, еще где-то в этот же период я уже начинал у мамы подрабатывать на... Не, ну как лоховская, подожди, я сказал сейчас, обидел всех тестеров. Ну, конечно, обидел. А ты... Бред вообще. Кстати, может быть, а вот сними очки, чтобы мы видели, что ты не врешь. Я... Теперь понятно. Вот теперь мы хотим услышать лоховская, скажем так, ясный мяча. Не, не, лоховская. Просто это на самом деле, это уже, знаешь, как бы, это уже такой... Это снобизм, скорее, сейчас с моей стороны был уже просто по отношению тестера. Это не самая плохая работа. Я тебе скажу, что если сейчас брать там какой-то определенный возрастной диапазон, то для многих людей это очень, ну, как бы, очень даже неплохая работа. Ну, да. То есть, типа, тестить будь то проги, будь то игры, там, это на самом деле не так уже... Ну, ты играешь в игру и зарабатываешь бабки. Ну, типа, да. То есть, я играл в Firestarter много, много в Stalker играл. То есть, в основном, это были, конечно, FPS игры, потому что стратегиям на тот момент разрабатывались, по-моему, вторые казаки, я не помню, которая торговала зерном большими объемами. Зерно, там, типа, кукуруза, пшеница, рапс, соя, то есть, типа... И мне говорят, то есть, мне звонит мама и говорит, там, возьми, смотри, вот на карте, посмотри, найди село, туда приезжаешь, отбираешь пробы, везешь их на элеватор в лабораторию. То есть, надо посмотреть качество зерна. И я на машине, у меня была девятка, опять же, мама. В 99-м году это было, это мне тогда было... Сколько у меня было лет? 18 лет мне тогда было. Не, подожди, ну да. Сколько у меня лет было, если я 81-го года рождения? Ну, сойдемся на 45. Найс, ты посчитал. Неплохо. Хорошо, 18. Короче, и у меня была машина, в общем, я вот периодически подрабатывал вот так вот, и тогда, конечно, деньги были неплохие, то есть, то, что мне платили именно за эту работу, потому что там были и командировочные, ну, в смысле, суточные там и так далее. Потом я ушел, там как-то с компанией что-то тоже были, ну, протестеры, я говорю, про GSC, и какое-то время я не работал, активно шпилил, ездил турик, ничего не делал, там подживал с девушкой с одной, мы жили, но в основном она платила за квартиру, скажем так, а я уже там из каких-то призовых, там понятно, что это были какие-то не очень большие деньги, то есть, если я вывозил на тот момент 200-300 долларов в месяц, то это было очень даже неплохо. Ну, и, типа, естественно, как-то эти деньги там в бюджете мы делили. И потом уже в 2006-2007 году я уже так, ну, я еще активно шпилил, но уже я понимал, что мне, я уже отдельно жил, как бы, и мне нужны были деньги, киберспортом особо себя не прокормишь, я пошел уже на фулл-тайм работать в компанию, там, где оуэнером, как бы, владельцами была моя мама и ее муж, но преференции особо у меня не было, то есть, у меня не было такого, что я пришел, и мне там дали долю в бизнесе, или там больше зарплату, чем у всех остальных. А жаль, да? Я выбивал ее годами, эту большую зарплату, просто потому что, ну, вот я знаю, что я выполнял функции больше, чем там все остальные, поэтому я и просил больше денег. Ну, и, в общем, 7 лет я проработал в компании, потом уже был бизнес, развивался, пошло, короче, была еще другая компания, которая уже за границей, и я уехал работать в Дубае, я полгода жил в Эмиратах. Вот такой скачок. Да, и потом, короче, когда там тоже я жил без семьи, то есть, у меня родился второй ребенок, и на момент, когда… Я немного говорю, или ты хотел что-то сказать? Да нет, нормально, мне интересно, ну, мне интересно, ты просто рассказываешь историю сразу нескольких людей. Да, историю жизни. И на момент, когда я уже там прожил, я понимал, что… Ну, я как-то, знаешь, вот, это, наверное, пафосно и грубо звучит, но я понял, что счастье не в деньгах. Для меня это было очень важно осознать, потому что, во-первых, я чуть не сошел с ума, у меня чуть реально кукуха не поехала, а, во-вторых, потому что я в соло жил, ну, в соло. Да, ну, один, ну, понятно. Ну, это очень тяжело. Опять же говорю, у меня двое детей, то есть, типа, старший, вот, вернее, младшему было на тот момент, там, 5 месяцев или 6. Ага. И я понял, что я хочу вернуться домой, я об этом заявил, мне сказали, что вариантов нету, то есть, типа, я говорю, давайте либо больше денег, чтобы я мог сюда семью перевезти, потому что на тот бюджет я не могу влезть, либо там как-то давайте что-то решать. Мне сказали нет. Я сказал, что я не хочу возвращаться в офис, потому что это вообще, ну, это… в офисе сидеть от и до, это, ну, это страшно. Я думаю, надеюсь, что каждый человек это понимает рано или поздно. Конечно, понятно, зависит от работы, от разного состояния в жизни. Ну, в общем, я… как бы у меня был такой момент, что я параллельно поигрывал в покер. Я играл в турниры… Еще и покер появился в этой всей истории. Раньше. Он был раньше. То есть, я в покер начал играть еще когда был, еще когда сидел в офисе. То есть, даже уже будучи на зарплате в офисе, у меня был… Я завез турнир, выиграл там… это был мой самый крупный выигрыш за все время. Я выиграл там 6,5 тысяч долларов. Ого. Да. Ну, кстати, если говорить там про all-time призовые, у меня их там где-то под 200 тысяч. Чисто призовых. То есть, понятно, что чистый профит считается по-другому. Ты же понимаешь. Ну, конечно. Деньги выигрываешь, но у тебя считается всегда рой. Если ты 300 туда закинул, то 200 выиграл, то… Ну, типа, условно, да. То есть, типа, ну, понятно, я как играл профессиональный, конечно, я не играл в минус. Потому что, опять же, короче, и я говорю супруге, говорю, я не хочу возвращаться в офис, я не хочу возвращаться в этот, не знаю, сложно, очень сложно отношение с мамой. В аграре не хочет быть. Да, да. Это было довольно неплохо по деньгам, но, типа, я сказал, что нет. Я говорю супруге, говорю, дашь мне шанс, я попробую. Ну, а супруга у меня достаточно прогрессивная в этом плане, вообще в целом. Она говорит, ну, конечно, типа, да, давай пробую. И так два года я еще клацал кнопки, выигрывал. Ну, то есть, я вывозил, я тебе скажу так, ну, чтобы не соврать, ну, где-то в среднем, где-то, ну, 1400-1500 долларов в месяц. И мне хватало этого. Ну, на семью мне хватало, это плюс, где-то плюс-минус я жил в ноль. То есть, так, ну. И вот два года я клацал кнопки. А потом, слушай, наверное, будет вопрос. Нет, ну, слушай, ты просто идешь по всем вопросам, и они постепенно, я их могу зачеркивать. Я, короче, забираю твой хлеб, да? Нет, ничего страшного, мне же их нужно. Я просто закончу сейчас про то, как, про работу. Мы же, как бы, ты спросил про работу, правильно? Да, я так понял, работы тебе было много. Ну, в общем, ты не жалеешь, что ты перешел в комментаторы, потому что здесь ты себя, как бы, лучше всего ощущаешь, да? А, слушай, ну это же было не сразу. Почему я вообще, почему... Ага, я пропустил еще несколько работ. Нет. Смотри, когда я играл в покер, то есть, когда я уже бросил бизнес, ну, зерновой, да, когда я его бросил, два года я играл, я понимал, что это не может вечно продолжаться. И мне надо было какая-то альтернатива. Я начал искать то, чем я могу заниматься параллельно. И я ж, когда в... Каком это было, в 11-м или в 12-м году, когда вообще появилось такое явление, как стриминг, я ж стримил, я ж был штатным стримером Na'Vi. То есть, у меня был свой канал, на который я кастил все матчи Na'Vi состава по КС. Раньше же не было такого, как сейчас. Все эпишники закрыты, и ты не можешь, то есть, зайти на сервер и показывать у себя картинку. То есть, все права, да, права на турнир, как бы, там, еще что-то. То есть, ты сейчас, как человек со стороны... То есть, нельзя так, да? Ну, хочешь кастить? Ну, да, как вдоль. То есть, тут с дотой отличия. То есть, и тогда я был штатным стримером Na'Vi. И у меня даже был свой паблик в ВК. То есть, там, я твиттер еще тогда завел. Это еще там давно-давно было. И почему я это все говорил? Можем просто воды выпить. Если хочешь. Это как ты стал комментатором? Да, как я стал комментатором? На длинной этой дороге. Да. У меня же был, как бы, бэкграунд. Я захожу в ВК, смотрю, а Сеня кастит каких-то там бомжей на Дасте бегают. А я ему говорю, Сеня говорю, а что это такое? Он говорит, а вот тут сейчас движуха такая, там, мажор, там, то-то, то-то. И КСГО, как бы, же игра. А КСГО, получается, я когда забил, как бы, отошел от 1.6, пошел, как бы, другая, значит, началась другая эхо и другой виток развития Counter-Strike. Это КСГО. И получается, что я, как бы, отошел немножко, то есть, я не следил. И случайно увидел, что Сеня там запостил у себя ссылку на стрим. Я зашел, посмотрел, смотрю, стрим, трансляция, люди сидят. То есть, все как у меня, только уже это Твич. У меня был тогда Овнет, это была платформа, Твича не было. Позже появился JustinTV. У меня был аккаунт, а JustinTV уже потом переформатировался в Твич. Вот. Я говорю, а ты можешь меня взять с собой, покомментить? А я как раз в тот момент был в Дубае. То есть, интернет был говно, но для интернет, для связи, как бы, норм для голоса. И, кстати, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, оказывается, ну, это точно, а вроде как в Дубае, дубайские спецслужбы, и вообще эмиратские, они же, там вайбером нельзя пользоваться. То есть, там вот, короче, все, кто передают голосовые эти самые, у них нету лицензии, я так понял, либо какого-то там аппрува от спецслужб, они там не работают. В общем, я то ли через скайп, или что, я созвонился с Сеней, ну, и врываюсь в эфир, и начинаю в свойственной себе манере рассказывать, что LDLC, на тот момент там чемпионы мира, играют дичь, сейчас они сделали херню, и это плохо. Тот говно, этот говно, да? Читаю, в чат смотрю, там, уберите дебила школьника от микрофона. Я, ага, сейчас я вам расскажу. Я, давай, знаешь, там, да-да-да-да, и так вот потихоньку, потихоньку, но это на самом деле тот момент, когда я не стал комментатором, то есть я просто засветился, и все, и отошел. А потом уже, когда, уже вот этот вот период двугодичный, я начал искать возможность комментировать и дополнительного заработка. И тогда у Na'Vi было ответвление такое, как отдельный кейс, шторм-студия. Я позвонил своему другу Кахановскому, по-моему, это так было. Ну, вот как-то так, или написал, или позвонил. Он говорит, там у нас есть Олежка по РБ, он ведет студию, говорит, ну, позвони ему, нам вроде как нужны комментаторы, то есть нужны люди, которые будут там. А я же, естественно, ну, там, за хлеб давайте любую, что там, комментировать вообще, ну, изи там, вообще с удовольствием давайте. Ну, и мне, как бы, там 300 долларов дали, и я начал потихоньку работать. Вот так вот я пришел в комментатор. Сколько времени прошло сначала. Мне кажется, это был подкаст. Наш подкуст. Да, да, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сейчас зритель проснулся, потому что услышал впервые другой голос в нашем подкасте. Более низкий. Да. Хорошо, мы первый вопрос прошли, и у нас тут еще 80. Господи, боже, я хочу увидеть своего сына, когда он пойдет в первый класс. Поэтому попробуем побыстрее. Цитата из твоего интервью. Комментатор, как по мне, самая сложная из этих трех позиций. Такое загадочное. Из этих трех. Таких позиций, как мы знаем, гораздо больше. Но здесь имелись в виду ведущие студии аналитики, хост и комментаторы. Вот среди них комментаторы, по твоему мнению, самые сложные. Почему? Ну, во-первых, смотри, время работы. Сколько аналитика по времени идет? Ну, в каких-то редких случаях это может быть полчаса, потому что режиссер там просто завтыкал и не захотел включить перебивку там, и просто вот вон висит, а ты там, тебе 30 минут надо ходить по кругу и что-то рассказывать. Но это редко бывает, опять же, реже. Аналитика длится 15 минут. И то, мне кажется, что аналитика должна быть такой очень разбавленной, очень интересной и очень многогранной, чтобы ее действительно можно было смотреть 15 минут, как чуваки с умным лицом сидят за столом, рассказывают о чем-то. Так, ну вот, ладно, аналитика, да, то я согласен. Но хост. Хост. А что хост? Ну, у хоста сложность заключается в выучить рекламный слоган, может быть, озвучить его на камеру. И, ну, возможно, опять же, хосту в этом плане надо чуть более, значит, быть немножко психологом, чтобы понимать, где нужно перевести разговор в другое русло или где он видит, что чел тупит, и его надо как-то дернуть палками там попить. А комментатор, он на протяжении 45 минут. Ну, сколько карта идет у нас? Менимум 40 минут. Так может быть час, и он говорит, говорит, говорит. Кроме того, я считаю, что комментатор в киберспорте должен говорить много, потому что очень много деталей, очень много переменных, очень много деталей. И я могу сказать, ну, это опять же, я исхожу из своего опыта, потому что есть ребята, которые особо как бы не заморачиваются и просто озвучивают инфу, которая есть на экране. Я же пытаюсь всегда дать чуть больше и чуть, знаешь, посмотреть под разным углом на ситуацию, донести какую-то нетипичную информацию, может быть, что-то там рассказать такое, о чем там зритель может быть не знает, либо там догадывается очень поверхностно. И в моем понимании комментатор, ну да, это самое, ну, это вот из этих трех позиций, это самая, наверное, ну, такая динамичная, интересная и живая позиция, которая, кроме всего прочего, опять же, при идеале виплей, я понял, что, не то, что понял, я знал об этом, я догадывался, но здесь очень большое поле для развития. И это как бы, это подстегивает. Слушай, а вот ты очень эмоциональный как комментатор. Ну, это многие отмечают, и зрителям как бы это нравится, твоя эмоциональность. Вот интересно, это такая роль у тебя, или ты действительно такой сам по себе человек? Слушай, ну, в принципе, я люблю, как это там, я не то, чтобы люблю хайпить. Я, да, может быть, где-то вот этот эпатаж, вот эта вот такая экспрессия, это где-то, ну, вообще, я думаю так, что то, кем, скажем так, кем я стал и куда в итоге я пришел, благодаря тому, что я вот именно был таким экспрессивным, да, являюсь таким экспрессивным. Но это не было никогда каким-то таким желанием кого-то перебить, победить или специально это делать. Я очень люблю игру. Я был капитаном, я был координатором. Я понимаю механику игры, я понимаю психологию игры. Я до сих пор, когда играю на стримах с мясиками, беру паузу, и в паузе, в таймаутах объясняю им, что, ребята, эта катка не проиграна, что сейчас давайте фокус, давайте сейчас нам надо сконцентрироваться. У нас есть еще варианты, чтобы вытащить эту игру. Давайте обратим внимание. И когда я начинаю комментировать, я очень часто переживаю за, даже не за команду, а конкретно за игровой результат. Понимаешь, вот чувак сыграл плохо, у меня горит с этого, да, жопа. И мне хочется сказать, ну, чувак, ну, реально, ну, посмотрите, люди, он же реально сыграл плохо. В этом плане есть небольшой недостаток, потому что мне уже не раз обвиняли в том, что ты создаешь негативный фон для комьюнити, что, мол, комьюнити потом начинает этого игрока там поливать говном. Но я говорю, ну, подождите, стоп, если он сыграл плохо, ты же из песни слов не выкинешь. Если он реально сыграл плохо, я же могу, я же не просто там говорю, зачем, или там, что он сделал дичь, я обосновываю, я постоянно, если я критикую, я пытаюсь обосновать, чтобы донести человеку либо там зрителям то, что это... Но должен ли вообще комментатор ретеховать? Должен, конечно. Конечно, должен. Особенно, если комментатор разбирается в игре. Если комментатор имеет 300 часов в Counter-Strike и говорит, зачем в ретейке что-то там тот сделал, то как бы, ну, компетенция, его уровень компетенции, ну, ты же понимаешь. Короче, то есть ты понимаешь, о чем я говорю. Да, да, да. Я считаю, что я в игре, я могу поспорить с любым профессиональным игроком. Я могу обосновать это. И у меня были споры, и они есть. Я могу сесть с любым профи, тренером и реально, ну, доказать свою точку зрения, обосновать ее и сказать, что есть альтернатива. Я не говорю, что она там, ну, что она верная, но я могу ее... Поэтому я себя так и веду. Может быть, кто-то себя так не ведет, потому что ему не хватает уверенности, либо недостаток у него просто, знаешь... Я думаю, просто смотри, есть комментаторы, которые видят комментирование в том, чтобы комментировать, ну, то есть, как бы оставлять мнение для зрителя. Ну, то есть, сказать, вот этот человек, например, промахнулся, допустим, этот человек проиграл класс. Вот над этим я тоже работаю, но я считаю, что должен быть баланс. Слушай, ну, есть много моментов, которые ты просто озвучиваешь, ну, человек видит и так это на экране, что ты комментируешь? Ну, что ты комментируешь? Вот типы вышли на банан, так я вижу твою мать, что они вышли на банан, и так без тебя. Ну, тут-то я согласен. Ну, так назови банан дугой. Вот работа комментатора, например. Потому что пассивно на банане звучит, как бы, странно. Ну, да. Ну, я, например, начал вводить слово дуга. Как мой вчерашний вечер. Как твой вчерашний вечер. Да, пассивно на банане. начал вводить слово дуга, либо смог начал заменять дымом, понимаешь? Ну, да, правильно. большой работы. То есть ты должен уметь все. И это, и пятое, и десятое. Вот есть такое слово adjust. Последний, подстройка, подстройка, Я последнее время, ну, ввиду того, что люди, которые обладают правами на трансляции, а у веблея, как бы, еще пока нет этого, пока нет, пока, пока, но есть свои турики. Мало работу именно на эфирах, да, тир-один команд. И чаще езжу по разным ивентам и комментирую так называемые рофлотурики, где играют полупро, там, какие-то любители, там, и вот тоже там, я не один раз работал на зал, в котором сидят ребята, которые слышат, что я говорю, и ты не можешь, у меня вырезается в речи просто 30-40% информации, я не могу ее озвучить, потому что они ее услышат, и это поможет кому-то даст преимущество в конкретном раунде. То есть я для себя что-то, ну, что-то пропустил через себя, и что-то уже переоценил, и опять же заапгрейдился в чем-то. Это процесс, который постоянно, здесь постоянно есть какие-то темы, над которыми можно работать и улучшать себя. Хорошо, тогда тебя как комментатора хотелось бы попросить перейти к нашей рубрике топ-5, и она будет связана как раз с комментированием. Назови топ-5 комментаторских клише, которые тебя больше всего раздражают. Вот у других комментаторов, может быть, по велату пройдемся, по еще каким-нибудь ребятам. Вот какие клише? В футболе их много, я думаю, и в киберспорте их тоже. Ну, я сам этим грешил, наверное, это зачем фраза. Ну, потому что, опять же, здесь, понимаешь, можно сказать зачем, но надо четко обосновать, почему. Почему ты говоришь зачем? То есть если зачем, значит ты знаешь, как альтернатива, то есть какая альтернатива была бы лучше в данной ситуации. Ну да, тут же ее нужно озвучить, да? Этим действительно грешат многие и продолжают грешить. Есть, например, но это, опять же, это не клише, это даже, наверное, какой-то фирменный стиль. Вот у Кости Ленина из Старладера есть тема, он обузит слишком много Господь Всемогущий, Господи Иисусе, Бог с ним, Бог с нами, там, вот как-то так. Но опять же, никто этого не делает. И это где-то его, где-то даже это его фишка. Ну, я считаю Костю очень классным комментатором, но в данном случае мне кажется, что вот он вот слишком много этого. Это клише уже немного, да? В его случае. В его случае это как-то, наверное, клише, хотя, ну, я же говорю, что где-то это даже фишка. Он как комментатор, он клевый, он мне нравится, он мне импонирует. Он динамичный, он видно, что он горит игрой и он очень не нравится, когда, опять же, это не клише, но когда идет динамика и люди говорят о чем-то, во-первых, вяло, медленно, то есть очевидно, что на экране происходит заход на Б, полетел смог в КТ, смог на гробы, уже сейчас идет размен, начинается борьба, вот! А типы там. Ехала телега по полю, блядь, упала тыква и разбилась. Какой сегодня дождь, такой сегодня дождь, да, то есть типа, понял, то есть меня безумно раздражает, когда люди не вовлечены в игру, то есть, опять же, да, там есть комментаторы, которые не играют в игру, но у них природное чувство хайпа и то, что уже есть опыт комментирования именно игры, которую они не играют, то есть они понимают, да, динамику, понимают, что, и они даже, может быть, не так глубоко разбираются, как там кто-то, но они вот настолько чувствуют хорошо вот этот вот хайп, когда нужно крикнуть и дать огня, что я могу им простить все, даже покрашенные волосы, понимаешь? Ну, это Кристал Мэй, конечно, это, ну, это один из моих любимых вот таких вот напарников, с кем я комментировал не один раз, и я вот, ну, вот я действительно, знаешь, вот получаю удовольствие от работы с ним, получал, потому что непонятно, сведет ли нас Господь Бог еще вместе, да, или нет, поэтому, типа, клише, не знаю, я, честно говоря, просто перестал вообще слушать русскоязычных ребят в целом, по ряду причин, не буду говорить почему, ну, то есть, как бы, а у тебя есть какой-то клише? Ну, вот ты мог бы так трезво оценить себя и сказать, да, у меня есть вот такой клише, планирую с ним бороться. Ну, не клише, опять же, шокающий, гэкающий комментатор, вот есть такой недостаток, но, опять же, я вроде как над этим работаю и стараюсь избегать, либо просто исправляться, инста, знаешь, только ты допустил ошибку, сразу исправься, и тебя сразу, тебя тут же даже, может быть, кто-то и не заметит, а кто-то там оценит, а кто-то там, ну, то есть, вот если ты быстро, знаешь, исправился, как бы, это можно даже не считать по большому счету за ошибку. Клише, я, когда повторяюсь, меня это раздражает, когда я начинаю какую-то мысль доносить, вот что-то озвучиваю, знаешь, или там какую-то провожу базовую аналитику быстро в начале раунда, я могу повторять какие-то вещи, я чувствую, что я хожу вокруг одного какого-то события, и это неправильно, я чувствую в себе это. Ну, опять же, это не клише, это больше какая-то, вообще сложно, знаешь, сложно себя объективно оценивать. Да, понятно, ну, вот это интересно же, как ты вот со стороны на себя смотришь. типа, мне не хватает, чтобы того, чтобы кто-то пришел и сказал там, вот смотри, есть классный видос на ютубе, рекомендую, Ухо комментирует матч за две минуты, и там нарезка, значит, там нарезка с двух или с трех матчей, как я во время разговора говорю, знаешь, вот бывает и произносит, даже сейчас мы говорим, там я делаю так, это просто собрание вот таких вот, и просто реально видно, как Ухо комментирует матч две минуты, ну, это реально смешное видео, я ржал от души, это клевое видео, при том, я понимаю, что такое видео можно сделать с любым комментатором, ну, по большому счету. ТОП-5 вещей, которые ты, как профессионал, никогда себе не позволишь, как комментатор, ну, допустим, пьяным быть во время комментирования, там еще что-то. пьяным, конечно, нет, потому что это ужасно мешает работать, это ужасно, я, ну, чего греха таить, я пару раз, я не был пьяным, но я был, типа там, выпил пиво, либо выпил виски, было такое, но это капец, как ты начинаешь тормозить, такого не было, не, не, ну, это не, ты начинаешь очень сильно тормозить, да, начинаешь тупить, то может быть, если вначале ты еще выпьешь, у тебя будет какой-то бодряк, то потом ты сдуешься, ну, это просто капец, и, что еще ты себе не позволил, ну, пить нет, ну, материться нет, у меня, по-моему, нету ни одного залета, ну, вот я так, по-моему, ну, не то, что по-моему, ну, вроде как нету ни одного залета, где бы я сказал, даже случайно мат, я всегда стараюсь выглядеть хорошо в кадре с точки зрения одежды, то есть там, я очень, практически с самого начала я всегда следил, старался за своим внешним видом, то есть если я там, то есть выглядеть плохо, ты себе тоже не можешь позволить, ну, это чтобы плохо, нет, для меня это было очень важно, я буду советоваться с режиссером, с коллегами, со всеми, я буду выносить мозг, я буду приходить там, жужжать на ухо тому-тому-тому, просить, сказать там то-то-то, даже если кто-то другой перейдет в чем-то, что мне я вижу там оно, ну, надел рубашку в мелкую клетку, которая рябит в кадре, да, ну, это плохо, это реально плохо, то есть я буду там настаивать на то, что, чувак, ну, обрати на это внимание, вот внешний вид для меня очень важен, притом, ну, то есть, ну, могу, конечно, могу иногда ввязываться в перепалки с партнером, при том, такие перепалки по типу там, знаешь, какие уши лучше, капельки, либо ракушки, типа, условно говоря, и у меня вот там есть даже видос на ютубе, где мы спорим, то есть, это вот, это такая, это не очень хорошая манера, потому что иногда у тебя просто эфир там может частично превратиться в срач, но я опять же стараюсь это компенсировать, понимаешь, срач со своим партнером-комментатором тоже, но это не то чтобы и срач, нет, это просто такая дискуссия, в которой я не уступаю, понимаешь, ты просто включил барана тупого, упертого, знаешь, и все, ну, вот, вот, да, это есть такое, но опять же, ввиду того, что сейчас в последнее время нет много такой работы на тир-один уровне комментирования, я почему-то думаю, что я изменился, ну, я знаю по каким причинам, я изменился в лучшую сторону, и, наверное, ряд каких-то вещей, с которыми я страдал раньше, сейчас, скорее всего, уже больше не будет. Уже не повторятся, да? Да. А топ-5, вот, топ-бэ, вот так вот, топ-бэ, топ-бэ, топ-5 матчей, которые ты когда-либо комментировал. Ой, блин, на самом деле, вообще есть такие крутые матчи, я тебе скажу. Но они все были где-то там, в Семи-Про, или? Нет, это в Тир-1 матче всегда, прежде всего, это один из лучших вообще матчей, это финал Эпицентра 2017 года, Virtus.pro против SKA, там было 5 карт, матч Luminosity против G2, это финал ESL Pro League 3 сезона, это 2017 или 2016 год, май, был очень крутой матч в прошлом году, Fnatic, Astralis, там тоже было Best of 3 карты, я не помню, какой-то был турик, по-моему, какой-то осенью был, то ли Чикаго, то ли что, вот прям там такой был период, когда Astralis доминировали, но Fnatic так вцепились, так далее, там нормальных люлей, и матч был действительно очень крутой, просто не вспомню ивент. все навичные матчи, все навичные матчи для меня это всегда валидол, это переживания, и как-то я, знаешь, я с какой-то такой особой, с каким-то особым трепетом их смотрю, переживаю, и у меня, ну, вот, любой навичный матч, особенно, когда они делают какую-то херню, или там проигрывают какой-то очевидный, знаешь, очевидную value ситуацию, где у них там преимущество в чела, они не могут удержать плент, потому что кто-то оверпикнул, типа, вот, и у меня, ну, безумно с этого говорит жопа, то есть, в принципе, навичные матчи, особенно, когда хорошая такая, какая-то глубокая стадия, иногда вот Na'Vi матчи в начале я даже не смотрю, ну, типа, потому что я знаю, там, если они все равно проиграют первую карту китайцам, типа, как это бывает там периодически, они потом все равно соберут раму, по крайней мере, в последнем отрезке времени у Na'Vi все с точки зрения выхода из группы стабильно хорошо, то есть, они там не фейлят. Проблема начинается позже, да? Да, и вообще, понимаешь, опять же, когда ты прокомментировал и посмотрел большое количество матчей, ты особо, ну, да, ты что-то откладывается, как я озвучил матчи, но в основном просто, просто я люблю хорошую качественную игру, даже когда играет Na'Vi, если я вижу, что соперник сильный, там, я даже как комментатор, хотя меня обвиняют в этом, да, там, не объективности, но я все равно, я всегда топлю за результат, типы часто в чате пишут, просто, вот я вижу, чувак пишет в начале игры, один и тот же чувак, пишет, вот ухо, типа, очевидно топит, подтапливает, а я топлю, нет, я топлю за динамикой, я топлю за то, чтобы была игра, знаешь, интересная и динамичная, мне самому интересно, когда матч классный, когда ты жжешь просто, потому что идет, вот бывает реально матч, 16-14 счет, там, 16-13, а моментов нет, просто скучная игра, одни везли других, потом те везли других, и все, говно, а бывает 16-5 счет, да, но при этом динамика постоянная, ты чувствуешь, как в деталях, да, какая-то команда проигрывает, вот это, ну, лучше пускай матч будет там с более плохим счетом, да, но в нем будет постоянная динамика, поэтому я больше, знаешь, чаще болею просто за хорошую игру, и вот видно, что, например, тир один команда подходит к матчу, играет спустя рукава, или там она просто играет плохо, и вот я буду говорить о том, что они играют плохо, чуваки, серьезно, у вас зарплата 20 тысяч долларов, почему вы играете как бомжи, я буду об этом говорить, то есть я не буду говорить, что они бомжи, да, потому что, опять же, это уже пройденный этап, я говорил об этом раньше, там, или где-то на каких-то частных стримах на своих, но для меня очень важно, чтобы люди отдавались своему делу, опять же, если это касается Counter-Strike, а почему так, потому что у меня есть свой бэкграунд, в котором я, который я посвятил много лет игре, и сам поездил, что-то повидел, что-то видел и что-то знаю, даже у нас на Forge of Masters были в групповом этапе очень классные в формате Best of 1, очень классные были матчи, в которых вот прям, ну, была высокая динамика, и в котором, знаешь, вот, особенно приятно, когда андердоги, так называемые, да, когда они начинают давать ремня более сильной команде, это все любят, и те начинают потеть, и ты видишь, как в некомфортной ситуации, да, там, тебе пытаются выйти, и тут и эти души, ну, вот классно, вот, в принципе, по большому счету, даже Тир-2, Тир-3 команды могут дать хорошую динамику и интересный Counter-Strike. Да, с этим я согласен. Я еще одну цитату из твоего интервью приведу. Ты говорил, на украинском языке можно комментировать, но в этом нет потребности. Если бы ко мне кто-то обратился, то я бы рассмотрел предложение, как минимум, это интересно мне, это интересно мне, в принципе, я бы хотел попробовать, это новый опыт, это круто, но, к сожалению, у нас эта тема пока не сильно развита. И вот когда-то ты запустил стрим на украинском языке, на личном канале. Вот. И развилась такая драма, мы все знаем, какая драма, да, по этому поводу развилась. Как тебе в голову вообще пришло запустить на украинском языке? Почему ты решил это сделать? Смотри, во-первых, ну, сразу я хочу дополнить то, что я сказал. На самом деле, я не знаю, может я говорил это, может быть, просто нужно сейчас это озвучить. Пока ты не начнешь что-то делать, ты не поймешь, да, то есть это как бы, пока ты не сделаешь, ты не поймешь. Это касается всего. То есть там, разлей сейчас стакан воды, ты не знаешь, как вода потечет, да. Ну, так все учатся, дети учатся ходить и так подобное. Касательно украинского языка то же самое. То есть, если будет постоянное, то есть, если будет постоянное предложение украинского языка, как бы, сама нация по себе достаточно большая, украиноязычная, имеется в виду аудитория, ну, понятно, она меньше, чем русскоязычная, но тем не менее, она есть. Если вот будет постоянно происходить украиноязычный каст, то и у него появятся свои поклонники и цифры будут расти. Где-то порядка лет семь с половиной назад, восемь, я в семье, ну, в таком ненасильном порядке, не знаю, я сам русскоязычный полностью, я учился в русскоязычной школе, в русскоязычном садике, и у меня русскоязычная семья. То есть в семье говорили на русском, с примесью там иногда суржика. А моя жена, супруга, она из Черкасской области, и там страшный суржик. И когда у меня родился первый ребенок, в разговоре с ним, в ласковой речи, проскакивал суржик. И тогда это вообще не было актуально, как сейчас. Я предложил, и там мы ездили во Львов, там как-то что-то, я предложил жене, давай, говорю, бустить украинский язык, типа, в конце концов, мы здесь живем, это наша родина, ну, типа, знать украинский язык, это нормально. Ну, типа, а еще и тем более, если говорить на нем. Вот. И, в общем, в семье я говорю на украинском языке. У меня дети украиноязычные, жена украиноязычная, при том, я язык свой, речь вычищаю до сих пор. То есть у меня есть до сих пор, проскакивают слова. И когда я стримил, вот этот вот стрим, о котором ты говоришь, это был мейджор турнир по КСу. Если ты знаешь, то Доту можно стримить, может стримить любой, ну, вообще-то. Любой кастер без ограничений, то есть в Альбе как бы дает возможность. Зайдя в Доту, ты можешь зайти на любой сервер и кастить любой матч без ограничений. В Counter-Strike такого нет. Почему? Потому что это уже особенность игры, особенность там сервера, ДДОСа там, и так далее, и так далее. И в КСе сейчас один раз, два раза в год на двух мейджорах Counter-Strike открыт для каста. То есть любой человек может зайти и кастить без ограничений Counter-Strike на любом языке. Это не имеется отношения к русскому, к украинскому, английскому. На тот момент права на трансляцию турниров ESL были у Рухаба. Рухаб чудесным образом после того, как я ушел оттуда, перестал меня звать к себе на турниры. Ну, то есть, типа, работать. Хотя, когда я уходил, мы говорили там... Ну, так обычно и происходит, когда уходит кто-то, его перестают звать. Как бы Рухаб, ну, не позвал меня на один ивент, не позвал на другой, на третий, и тут мажор. Я надеялся, тешил надежду, но нет. Ну, не позвали, не позвали. Значит, мы как бы все. Значит, то, что я работал там, то, что я там... Значит, мы... Значит, я плохой комментатор, да, видимо. Ну, то есть, так. Такой вывод. Ну, а какой я могу вывод сделать? Я никого не оскорблял, не обижал, я никому ничего плохого не говорил, мы абсолютно нормально разошлись. Я с менеджером переговорил, говорю, ребят, если что, зовите на работу, я сейчас буду там фрилансом, типа, заниматься, да. То есть, я не хочу подписываться со студиями, потому что там условия меня не устраивают. Я хочу вот пофрилансить там. Потом я уже подписался с Виплеем, ну, типа, суть не в этом. Виплей никому ничего не мешал, как бы, да. Я решил так, что если у них каст на русском официальный, то я буду кастить на украинском. Это не пересекается? Да, вроде как не пересекается. Опять же, никаких соглашений, договоренностей я ничего не нарушаю. Я себе запускаю стрим и кащу, комментирую на украинском языке. То есть, типа... То ты комментировал видеоконтент Рухаба или ты комментировал просто из клиента Доты? Этот контент принадлежит Вальве. Внутри игры, который Вальве транслирует, он принадлежит Вальв. У меня были копии писем других людей, в которых была переписка между сотрудниками ESL, какими-то топ-менеджерами, и частными лицами, которые сотрудники ESL говорят, вы можете кастить, не используя... Ну, там, без... В общем, там есть... То есть, типа, ты не можешь пиарить там букмекеров, не можешь рекламу там запускать, там, вам даже донаты туда входят. То есть, коммерческая трансляция не должна быть... Да, не должна быть полностью. И вроде как ты даже не можешь использовать автодирект. То есть, типа, автопереключение между игроками. Ну, я использовал. Я об этом не знал. Но суть не в этом. Это как бы не знал, не освобождает. Не важно. То есть, типа, опять же, это не есть суть проблемы. Ну, и я кастил на украинском языке. Притом, там, я... То есть, то автодирект юзал, то не юзал. Как бы коммерческого использования не было. Я даже... У меня был какой-то баннер виплея. Я даже баннер виплея убрал. То есть, я все полностью убрал. Это был личный канал. И все, как бы, я нормально покастил. Там у меня было 600 человек. Против, там, 90 тысяч на русскоязычные. Несоизмеримо. И все. И нормально. Стрим зашел многим. Люди оценили. Там даже клипов наделали. Я там поорал с одного момента нормально. Шо вы залюды? Ну, шо вы роботы? Там Na'Vi просто ситуация 3 в 2. Ну, вот, нормально. Мы играем в Mirage. Там счет близкий. 3 в 2. Нет инфы по карте. 20 секунд до конца. Na'Vi берут, отпускают B-pland, уходят на A. При этом инфы нет. То есть, там не то, чтобы там был какой-то фейк, знаешь, там, перетянулись на фейк. То есть, понятно, что какой-то внутренний кол внутри игры был. Там, Дев сказал, там, отдаем B. Да. Но предпосылок к этому не было. И там еще Джон, тренер Винстрайк, сделал клип. И этот клип еще и собрал кучу просмотров. Я там орал, типа, ну, шо вы залюды? Шо вы роботы? Я кого дитька? Знаешь, типа того. Ну, и вот сейчас будет у Старладера мажор по КС. И я думаю, что групповой этап я тоже запущу пару стримов. Именно на Вишных, именно на украинском. Ну, а тебе, я так понимаю, предъявили, что ты занимался пиратством. Да, но это не... Ну, то есть, кто предъявил? Мне начали в Твиттере, в Твиттере, разные люди. То есть, опять же, в Твиттере, что такое Твиттер? Это мнение определенных людей. Это не мнение компаний, там, или каких-то, там, не знаю, каких-то юридических. Это просто мнение людей. Меня начали обзывать вором, мне сказали, что меня забанят. То есть, естественно, для меня это вызов. Я начал подгорать и начал же всю эту тему, как бы, говорю, да нет, ну, обоснуйте, какого хера, что это такое, почему, как. Так, мне начали втирать про какие-то джентльменские соглашения. Я говорю, подождите, я ни в каких соглашениях не участвую. Покажите. То есть, вы, если о чем-то договаривались или что-то как. Нет, ну, у нас, вот, мол, внегласное правило. Я говорю, как это регулируется? Я говорю, я на украинском кащу. Ваше внегласное правило, где-то что-то прописано насчет украинского языка? Да, если оно внегласное, то... Какого хера вы сравниваете украинский, белорусский язык, там, ставите в одну линейку с русским? Окей, это славянский язык. Так давайте чешский то же самое. Почему чешский тогда кастит? Ну, то есть, типа того. То есть, там разные, мне начали закидать разные, знаешь, вот разные варианты. То есть, ну, в итоге мне, как бы, никто так и до сих пор и не доказал, что я там не был прав. И, в принципе, я считаю, что я ничего и не нарушил до сих пор. Ну, и потом же они мстили, они... То есть, там Рухаб вообще, насколько я знаю, Рухаб думал о том, что... И, по-моему, думает, наверное, даже не знаю. Ну, то есть, опять же, я с ребятами не общался. Что вот конкретно мой каст нарушает их условия, типа... Ну, то есть, что, мол, я у них ворую контент. Хотя, опять же, ну... Так окей, у вас Ричард Льюис, известный там медийный англоязычный кастер, ведет каст на английском языке. У него там сидит 6-7 тысяч человек. Это неофициальная трансляция. То есть, почему вы не считаете, что Ричард Льюис... Ворует у вас КТ. Увел у вас 6 тысяч, да, там... А я 600... Ну, то есть, как это работает? Я пытался вот это все понять. Ну, то есть, все это закончилось ничем. То есть, это закончилось каким-то глобальным срачом. Потом те люди, которые инициировали этот срач, сказали, что я тут вообще ни при чем, что это дотеры виплея виноваты. То есть, понимаешь, как бы... КС — это один мир. Дота — это другой мир. То есть, если исключить из этого всего глобального срача дотеров, то как бы, ну... То и нету причины для... Ну, то есть, как бы, что... Ну, то есть, я же говорю, что проблема в том, что... Если вы... Если там Рухап, например, считает, что я там что-то нарушаю... Джентльменские соглашения. Ну, какие... Неважно, какие соглашения. Покажите пруф или как-то, ну, как-то... От чего-то надо отталкиваться. Потому что я тоже могу сказать, что вы там что-то нарушаете. А вот Вальва разрешает там, типа... Ну, то есть, это значит, это вот... Все это замялось в итоге, там... Я обсудил. Более того, когда Рухап прислал письмо и попросил, типа, это не делать, когда я узнал о письме, в тот день я хотел запустить стрим с Авангар играли. Авангар с кем-то играли. Когда я узнал об этом письме, я не запустил стрим. То есть, я среагировал на ту просьбу, да? То есть, я повел себя адекватно. Хотя, опять же, можно было там упереться. Хотя, вроде как, мне потом, опять же, в приватной беседе сказали, что, вроде как, от нас, ну, от нас было письмо, официальный ответ. Но это письмо было по типу такого, что мы же ничего не нарушаем, ребят. Вот, как бы, мы будем делать, типа, ну, будем или не будем там делать вот так вот. Но в итоге же это не продолжалось. Более того, дотеры, которых обвиняли в том, что они пиратят до этого, они тоже, как бы, не пиратели. То есть, хотя там, ну, я так понял, что там было тупо пиратство, потому что, вроде как, права на трансляцию, там, по доте, по какому-то турниру принадлежали какому-то. Ну, опять же, ты понимаешь, что этих соглашений никаких нет. Это все чисто, чисто, да. Вот у нас песочница, типа, мы вот так вот, все у нас такие правила, а тебе, если не нравится, то... Ну, и понятно, что, опять же, WePlay появился на рынке и сразу заявил о себе достаточно громко. И, как сказал один мой знакомый, хороший, что слишком много студий для одного региона, типа, да. То есть, что-то кому-то тесное, где-то как-то начинается... Начинается формат, да. И люди, конечно, ну... Плюс, ввиду какой-то своей, не то чтобы беспринципности, какой-то своей, может быть, недалекости, люди не захотели договариваться, обсуждать какие-то детали, нюансы. То есть, понимаешь, в моем понимании, эта ситуация, которую я спровоцировал, когда я о ней думал, я понимал, что может быть срач. Но моей основной целью было то, чтобы конкретно наши руководители пришли к Valve, и они встречались с ними, они обсуждали это. И сказали там, ребят, ну вот, есть такая проблема, мы не защищены от пиратства, да. Что потом, впоследствии, что пытались сделать дотеры, там, вот Хан, Каспер, они же пытались уронить, типа, наш онлайн. Ну, типа, они начали показывать, что они, типа, сила, да. И я же, как бы, ну, у меня была идея такая, что как-то надо это все защищать. То есть, если у нас это все прописано в каких-то соглашениях, то покажите соглашение, давайте это обсуждать. То есть, это реально проблема рынка, ее надо как-то решить. То есть, но вместо того, чтобы консолидироваться, например, StarLadder, RuHub, WePlay, берут по одному человеку, да, делегируют в какую-то общую конфу, организовывают встречу, едут к Valve и говорят, пацаны, там, типа, так-то и так-то, так-то, нам нужны какие-то... Вот я хотел, в идеале я видел все именно таким образом, чтобы, знаешь, чтобы, окей, вы не зовете меня работать, да бог с вами, я понимаю, вы там обиделись. Ну, потому что это обида, я не знаю, как это назвать. Это похоже на обиду. Это обида, это обида. То есть, я проработал два года в компании, а потом компания, как бы, меня не зовет. Но окей, вы имеете право, это ваш контент, да бог с вами, типа. Но если вы уже, там, как бы, начинаете, там, ну, то есть, это все, мне кажется, не хватило просто банальной какой-то регуляции, какого-то, ну, какого-то хорошего, такого здорового обсуждения. А выглядело на деле так, что ты, там, забрал, снял яблоко с дерева, да, и тебе, там, прилетели какие-то быки с монтировкой, тебя, там, отпиздили, понимаешь? То есть, вот так это выглядело. Ну, с их стороны, с тех людей, со стороны тех людей, которые пытались показать, что они, якобы, здесь что-то... Ну, опять же, я же говорю, если разделить доту и контрстрайк, то доты тут, ну, вообще, какой-то... Это контрстрайк, сидите в своем болоте, там, ковыряйтесь. Это ваши, как бы, дела, а что вы сюда лезете? А потом я же говорю, что люди начали, те люди, которые, там, имеют к этому отношение, начали говорить, ухо, это не из-за тебя все происходило. Это дотеры виноваты. То есть, я, понимаешь, я как человек, ну, типа, я, можно сказать, что я синициировал этот срач, да? Но виноваты дотеры, понимаешь? То есть, а какого же хера, когда дотеры-пиратели, почему вы тогда этот срач не... Почему вы тогда не говорили о том, что, там, Техас и Фоливер, типа, виноваты в этом? Почему вы этого не делали? Я надеюсь, твой волшебный пендаль возымеет эффект. Да какой нет, перестань, нет, нет. Всем плевать. Более того, это интервью может, опять же, еще усугубить какие-то там... Без того отсутствие отношений между студией. Срач в Твиттере остался срачом в Твиттере. То есть, это, как бы, там, какие-то новостные сайты написали. То есть, это все побурлило-побурлило и, как бы, закончилось ничем. Ну, типа... Ну, типа, пока Рухаб гавкает, ухо идет, да? Ну, вот так можно перефразировать. Нет, Рухаб, вообще, понимаешь, Рухаб... Тут нет даже, там, Рухаб, Старладер. Тут есть определенные люди с определенными... Это даже не было озвучено каких-то официальных позиций компании. Ну, ты сейчас имеешь в виду Волкова, ты имеешь в виду Каспера, да? Вот этих людей. Это просто люди, которые работают в студии, которые являются талантами, которые озвучивают свое мнение. То есть, это не мнение студии даже, понимаешь? Но при этом, после всего этого, знаешь, как бы получилось так, что там Старладер, видимо, ну... Что борются вообще, на самом деле, в итоге студии, да? Против виплея, да, то есть, понимаешь? Оказалось, что так. Типа, а я синициировал этот срач. Ну, то есть, как-то так. А что ты решил себя попробовать комментировать вообще ПАПК? Слушай, ну, мне впервые за много времени... Я вообще, ну, типа, фанат FPS-игр. Хотя, понятно, я когда-то давно играл в Старкрафт, там было такое, ну, там, и в Unreal очень много гонял, но опять же, это FPS-игра. ПАПК – это игра, которая мне вот как альтернатива Counter-Strike, потому что ты, когда много лет проводишь времени в одной игре, ну, ты понимаешь, что где-то тебе надоедает. Иногда просто невозможно играть, там, два-три дня подряд, или ты комментируешь. Было такое, там, да, идет ивент, там, четыре-пять дней подряд ты комментируешь, и тебе не хочется смотреть вообще на Counter-Strike, от слова совсем. И вот ПАПК, хотя и появился где-то приблизительно в то же время Fortnite, вот он мне как-то зашел, я даже не знаю, очень сложно было вначале, было тяжело, я долго там учился, пытался понять, разобраться, но мне как-то, я даже не знаю, ну, я до сих пор играю в ПАПК, ну, это твоя отдушина такая, да? Ну, это такая отдушина, да, плюс, когда он начал, ПАПК начал как-то двигаться с точки зрения компетитива, да, то есть, начало появляться, турниры начали появляться, для меня это был определенный вызов с точки зрения комментирования, как возможность развиваться, да, там, просто сменить дисциплину, то есть, на самом деле, чем шире у тебя профиль, тем лучше, да, для тебя и для своих работодателей. Конечно, больше работ может быть. Да, больше работ может быть, а я находился в состоянии поиска дополнительного дохода, и я написал, там, я с Жанной общаюсь, написал, говорю, слушай, а вам там не надо, случайно, комментатор, там, может быть, аналитик, там, я играю, типа, шариваю, я бы себя попробовал. Ну, мы как-то договорились, вообще, ну, там, работа со Старладером начиналась еще в начале 2018 года, это ж была, типа, война студии, ты понимал, до виплея. Это постоянные войны, господи бог. Вот, я же тебе говорю, просто, самое интересное, инициируют обычно плюс-минус одни и те же люди, там. Ну, даже не люди, а, скажем так, сообщества. Это как Яго такие, знаешь, в Аладдине, которые... Не знаю, не могу сказать. Короче, суть не в этом. Был, типа, конфликт между Старладером и Рухабом, потому что когда-то Рухаб ушел, то есть, часть людей из Таффа ушла, сделал свою студию там, и они со Старладером вроде как была вне объявленная война. А Старладер, имея на тот момент... Вообще, у Рухаба был ESL и Dreamhack, а у Старладера были E-League, Face, то есть, были свои, да, соглашения со студией, с турнирными операторами, и Старладер владел русскоязычными правами. И для меня, как для комментатора, конечно, всегда хотелось комментировать мажор. И у меня наладились отношения. Давно знаю Дон Степана, как бы, но он на тот момент работал в Старладере. Я... Мы как-то с ним что-то, я не помню, там... Пересеклись раз-два, и, в общем, начали прорабатывать историю, чтобы Старладер меня позвал к себе работать на мажор. Это был очень тяжелый период, я очень сильно переживал, там был затяжной месяц, там долго шли какие-то переговоры, хотя, в моем понимании, что такое переговоры. А деньги надо, да? Договорился, да. Вопрос не в деньгах. Конкретно в этой ситуации это был рост такой чисто профессиональный. Я понимал, что, да, Старладер заплатит деньги, естественно, но это не расширение профиля, это как бы, это больше, ну, типа, это лучше для тебя, потому что ты работаешь на более престижном ивенте. Хотя, ну, опять же, говорю, что у Рухаба был ESL, и, как бы, это, ну, хороший большой турик, который всегда показывает большие цифры. Я пришел в Старладер, и я был первым человеком, который после вот этой всей типа войны пришел из Рухаба в Старладер. Хотя, я же не говорю, была война необъявленная, типа. Ты просто как Штирлес, как шпион. Ну, не как шпион, но, типа, да. Я пришел, нормально поработал, как бы, и потом меня еще позвали, и еще позвали, и потом я уже на паб, как бы, говорю, ребят, давайте в паб. Давай. Я приехал в Минск. Помню, это было сразу я после Москвы, там какой-то мы в Москве кастели турик, из Сальван Кёльн, по-моему, это был 17-й, если не ошибаюсь. Я приехал в Минск, и, ну, и, как бы, опять же, на Старладере многих ребят я знал до этого, до еще работы. То есть, как бы, там, Таффу, Слэма, того же Ленина, там, часть людей из Таффа, там. И мне, что самое интересное, я думал, я там буду, может быть, комментатором, на худой конец аналитиком, а мне сказали прямо в Минске, вот будешь хостом. Ух ты. А я никогда не был хостом до этого. Это вообще первый хост в жизни. И мой режиссер на Рухабе, Андрей Билько, сказал, говорит, ты когда, типа, а он меня юзал, не юзал, а он меня посадил, по-моему, один раз, вот у нас не было хоста, и просто надо было посидеть. Он говорит, Леха, давай ты сядешь, типа, там, ну, без напряга, спокойно там, ну, поздороваешься и просто пообщайся, как в аналитике. Он говорит, он потом посмотрел и дал мне фидбэк, говорит, Леха, блин, капец, типа, классно, там, ты хост, мне так понравилось, там, типа, все, ну, классно, все. И потом вот в Минске мне говорят в лоб, ты будешь хостом. Я очень круто отработал, при том, и сами ребята из Тарлада рассказали, я по себе это чувствовал, там, 4 или 5 дней, не помню, я прям вообще, и тогда Брэндон Грин приехал, не Грин, Брэндон, по-моему, Грин. Ну, короче, основной там идея, знаешь, основной идейный такой лидер, человек, который там, основной разработчик игры, и он приехал, мы там с ним фоткались, то есть, он был на этом турнире, мне очень понравился турнир, я познакомился с PUBG Community, никого не знал, все Community знало меня, ну, как бы это было немножко так странно, знаешь, типа, а почему? Потому что в PUBG Community многие люди из там, кто из CS, кто из Dota, ну, и понятно, что в медиа, это я как там, например, знаю Вилата, да, например, то есть, его там знают чуваки, которые не интересуются Dota, но они его знают, так, видимо, и со мной было, и как бы все было хорошо, общались нормально, потом осенью еще на PUBG, мы пошли уже, когда были в V-Play, нас с Inkani сам позвали, мы тоже очень хорошо отработали, и потом как-то нас перестали звать. Рухаб не позвал на мажор, у StarLadder будет мажор, не позвали, то есть, два мажора проходят мимо меня, опять же, по-моему, ЧСВ комментатора это бьет, но я понимаю, что это этап, ну, что я сейчас это переживу, там, я поеду в Берлин, там, нормально все будет, как бы, благо V-Play мне все это обеспечивает, то есть, я еду, да, но мне непонятно, то есть, я не понимаю причин, кого я обидел, знаешь, может быть, я что-то не так сказал, было интервью, в котором я сказал, что у StarLadder нет кофеварки в продакшене, может быть, из-за этого, это война, может быть, ты смеешься, а это может быть причиной, есть какая-то причина, но не бывает же просто так, что-то пошло не так, где-то кого-то зацепил, сначала, видимо, в R-Hub'е зацепил, потом в StarLadder'е, и все, и в итоге без мажора. Ну, все-таки, с каким-то он мажором, ты же все-таки едешь? Не, я еду, конечно, но, понимаешь, мне как комментатору хотелось бы работать, мне хотелось бы работать, потому что я получаю, ну, я знаю, и я получаю очень много, ну, не фидбэка, а сообщения о том, что, ребят, типа, ух, а когда ты вернешься? Мы соскучились, мы хотим, нам не хватает, там, тебя, там, мы там то, мы там, и даже не то, что там это происходит, это до сих пор происходит, я уже год не комментирую, ну, именно кроме виплея, не комментирую Тиродин турниры, ну, вот, почти вот в сентябре будет, там, я последний раз комментирую Тиродин турик на StarLadder'е с Таффой мы комментили матч G2 против FaceClan, как сейчас помню, Best of 3, оно было никаким, ну, сам матч был такой себе, не, там одна карта была на допах, вру, а вторая была в салат, но, вот, и за все это время я продолжаю, и меня зовут, меня зовут на ивенты, которые не имеют отношения, ну, то есть, там, я ездил, в Ростов ездил, да, там, в кинотеатре, был ивент, то есть, я там был в качестве приглашенного гостя, там было выступление, был спитч от меня, игры были, пациков два полуфинала, финал, там был какой-то призовой фонд, я ездил в Одессу недавно, тоже там выступал, то есть, меня зовут как человека, который, ну, известен в комьюнити, там, со мной фоткаются, просят, хотят там. по поводу этой всей твоей ситуации, может быть, это что-то прояснится, хотя, я думаю, ты и так догадываешься, вот, например, когда я работал на 1 плюс 1, если мы хоть как-то сталкивались с ICTV, это были такие контрпрограммирования, то есть, мы помогали, если что-то делали, друзьям там помогали, если об этом узнавали, они могли уволить даже такого человека, то есть, без права какого-то там восстановления. это дикость, я считаю. Может быть, они тебя решили таким образом проучить, раз ты выбрал replay. Слушай, ну, не то, чтобы проучить, они, да, ну, то есть, нет. Да, но нет. Да, но нет. Это настолько многогранная и сложная тема, и здесь такое огромное количество переменных, ты даже не можешь привести себя. у топ-менеджеров всегда есть такая вавка в голове, что, ага, он, ах, вот такой он, все. Может быть, люди, я же говорю, люди не очень любят, когда человек высказывается открыто и изъясняет свою позицию, а тем более отстаивает ее. Возможно, они сейчас как раз-таки, ну, там, не они, опять же, я не могу сказать. Ты понимаешь, это конкретно. Смотри, далеко не факт, что в том же Рухабе, например, да, люди, там, всеми, весь Рухаб меня там ненавидит, например, правильно? Это же не так. Понятно, что есть где-то какие-то вещи, о которых даже не знают сами сотрудники Рухаба, например, там, почему там, то есть там, это как она, гримерша, да, девочка, она ходит, ухо был, 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 а теперь уха нету. И вот ей интересно, почему это происходит, но ей как бы никто не скажет. То есть тут, я же говорю, что это настолько многогранная тема, что может быть и такое, да, что вот он там высказывался, он там бурлил, там, сильно отстаивал свою позицию, так вот теперь пускай посидит там себе на этом самом, без хлеба и там зрелищ, да, типа, и пускай знает, как это. Но меня это не остановит. Я все равно буду искать. Я по натуре такой. Я все равно буду, то есть не будет виплея, я буду сам бороться с ними, понимаешь? То есть не с ними там по-своему, буду что-то делать. То есть тут вопрос, ну, мне кажется, что в 2019 году… тебя сложно проконтролировать в 2019 году, я думаю. В том числе, да. Да, особенно когда ты уже вырос, ты уже не просто подросток, которому можно там указывать место, скажем так, в жизни, правильно? типа того, да. Я хотел бы перейти к нашей рубрике, которая называется, моя любимая рубрика, я должен сказать, чужие деньги считать приятно. Вот, можешь ли ты назвать свой максимальный доход за календарный месяц? Любой. Можешь вот… Ну, неважно, при каких обстоятельствах, в аграрных ты культурах, там, скажем так, заработал эти деньги или в каком-то другом… Максимальный? Максимальный доход за месяц. Когда у тебя был? Сколько он составил? Неважно. Я Турик как-то выиграл 6,5 тысяч долларов. 6,5 тысяч долларов. Ну, это я выиграл турнир, да. Ну, вот, 6,5 тысяч долларов, ну, плюс еще у тебя же наверняка в этот месяц что-то было еще, и того в месяц получилось… Да, но я, понимаешь, я как человек семейный не считаю, там, профит в один месяц, я все равно считаю в среднем. Мне надо понимать, что я могу… Ну, там, в день, да, мне надо понимать, что я могу обеспечить на эти деньги. Поэтому я не могу тебе сказать, там, максимум, или какой у меня сейчас, там, средний бюджет. Но 6,5 тысяч долларов мы зафиксировали. Я четко тебе могу сказать, что я понял, что, ну, счастье не в деньгах, но, опять же, это нельзя так говорить, когда у тебя там есть деньги или у тебя есть определенный доход, потому что многие люди там так не думают или там вкалывают жестко для того, чтобы иметь какой-то минимум, прожиточный минимум. Но я считаю, что каждый человек, кузнец своего счастья, он сам склонен выбирать, куда идти и чем заниматься. То есть, где свернуть в тот или иной момент. Понимаешь, ну, там, например, моя мама, она там родилась в селе, в глубоком, там, в Житомирской области. Ну, реально, вот, просто она 18 лет приехала в Киев с чемоданом и просто ни с чем. То есть, она была студенткой, там, ПТУшницей. И, ну, то, кем она стала и что она из себя там представляет на сегодняшний день, это ее заслуга, ее борьба, ее война, ее выбор. Вот, мое жизненное кредо, хочешь быть счастливым, будь им. И деньги на это, ну, влияют, ну, так, по стоку, по скольку. Понятно, что там, когда Арнольд Шварценеггер говорит, что счастье не в деньгах, какая разница, там, у тебя 42 ляма или 41, то понятно, ну, он лукавит. Возможно, я тоже где-то лукавлю, но я просто уже прожив определенный отрезок жизни, именно посвятив, ну, не посвятив, а как бы, то есть, находясь в состоянии семьи, да, детей, жены. Я понимаю ценность многим вещам, я там, произошла какая-то определенная переоценка для меня. Поэтому, нет, я считаю, что если вы, вас что-то не устраивает, то, пожалуйста, вы склонны поменять это и склонны найти какие-то варианты. Каждый кузнец своего счастья. Правда, есть еще другие профессии, кроме кузнеца. Кто-то может быть и осенизатором своего счастья и так далее, правильно? Да. Не у всех удается быть кузнецом в этом случае. Ставил ли ты, когда-нибудь ставки на спорт, на киберспорт? Конечно. Какой максимальный выигрыш у тебя был? 50 долларов. 50 долларов. Не стоит оно того. Смотри, я же как человек, который играл профессионально в покер, прекрасно понимает, что такое банкролл-менеджмент, что такое там ставка пограничная, там ставка, в которой там кэф такой, кэф такой, там, да, то есть я никогда не пытался зарабатывать ставками. То есть мне это интересно, я всегда там интересуюсь, там какой-то матч, да, там, я смотрю там коэффициент, я вижу, что здесь коэффициент такой, на котором можно заработать. Но я не бегу делать депозиты, сразу делать ставку. А сколько ты максимально тратил за месяц? Может, какая-то была суперпокупка или... За месяц? Да. Ну, и мы уже определили, что ты месяцами не считаешь, но так приблизительно, если прикинуть. слушай, ну, опять же, да, там, я еду, я еду с семьей на море, на Крит. Вот. Ну, путевка стоила две с половиной тысячи долларов. Ну, вот. Вот. Вот я потратил. Плюс еще и что-то там, наверняка, это не весь месяц, там, может быть. Ну, я так типа как, ты оплатил путевку весной, поехал летом. Ну, на целый месяц? С собой поехал, не, не на месяц, ну, чуть меньше двух недель. А, то есть и в этот месяц две с половиной тысячи долларов, ну, плюс еще какие-то... Да, но это деньги, которые были до этого отложены. Ты на жизнь много тратишь? Вот так скажи. Ну, бюджет семьи, я тебе могу сказать, в ноль, это где-то, ну, до двух тысяч долларов. Это бюджет семьи в месяц. То есть это, это школа, платная, ну, просто школа приватная у ребенка, и то она как бы дешевая там. Сама по себе. Она стоит 300 долларов. Школа это, ну, как бы это не самая большая, большая, ну, где-то до двух тысяч. Я же говорю, вот когда я играл в покер, вот в полторы я влазил, как бы было нормально. То есть, полторы, то до двух, до двух это вот уже так комфортно. Если говорить там уже о каких-то чуть больше, конечно, надо больше денег. Это понятно. Хорошо, а самая дорогая вещь в твоем гардеробе? Самая дорогая вещь в моем гардеробе? Да, номер один такая вот, прям. Это какое-нибудь пальто за 250 долларов. Или, ну, или вот тапки за 200 евро. Ну, тапки, давай выберем тапки. Ну, это не тапки, не, это туфли. Это не туфли, это фирма такая, Кампер называется. Ага. И я купил в Брюсселе себе на день рождения за 200 евро шузы. Неплохо. Это такой цирк, чувак, ты не поверишь, я покупал видеокарту недавно. Это просто, это лол. Видеокарта. Хочу себе обновить комп. Три года моему компу, у меня там Родион, короче. Но Родион, когда я покупал, карточка стоила 800 долларов. Ну, как бы, хорошая, новая карта была. Значит, я решил себе GeForce купить, там, RTX 2070, там всем знакомым повыносил мозг, почитал обзоры, там все изучил тему, нашел карточку, купил, заказал, приехала. Поюзал, поюзал, там были определенные проблемы, слетали драйвера, там, короче, ну так. Ну, обычные проблемы для разных карточек. Слетели драйвера, там, то что, пятая, десятая, неделю поюзал, сдал карточку. Карточка стоила тоже, там, ну, что-то порядка под 800 долларов, 750, по-моему, долларов или что-то такое. Вставил свой Родион назад, сравнил. Слушай, мне, наверное, не нужна видеокарта. Я просто эти деньги взял, мы за половину, за эти деньги, за половину из них поехали за город на три дня в пансионах. Ну, типа, я понимаю, что где-то надо быть, конечно, надо выглядеть нормально, там, да, нельзя в шортах куда-то приходить. Ну, я это понимаю, но у меня нет, я никогда не гнался за понтами, для меня это вообще, для меня это, ну, это чепуха, не чепуха, это как это, это суета, это не имеет той цели, намного важнее, там, какой человек и что он из себя представляет. А материальное, ну, такое. Слушай, я на самом деле точно так же рассуждаю, когда-то вот в своей жизни мне довелось работать в патонатомии. Что? Патонатомия, патологоанатом. А, неплохо. Вот санитаром. Прикольный скилл у тебя есть. Да, но я всегда хотел быть хирургом, и у меня это самое близкое, что вообще было. Блин, странно, а как люди к этому приходят? Мне всегда было интересно. Как человек может прийти к тому, что ему нужно вот быть хирургом? Ну, мне хотелось спасать людей, скажем так. Но, но я получилась так, ирония судьбы, что я уже, собственно, работал с теми, кого не спасти. Но, я тогда понял, насколько все мы однодневно. Никогда не стоит откладывать на потом что? Чувства, мысли и деньги. А, деньги тоже не стоит откладывать на потом. Деньги вообще, это ну типа, зачем тебе деньги, если ты завтра умрешь? Я тоже заметил, чем больше тратишь, тем больше потом получаешь откуда-то. то есть, какие-то новые звонки по работе начинают происходить, еще что-то. Не думаю, что это так работает. Я тоже не думаю, но как-то так получается. Тут вопрос в другом. Вот мы с супругой пришли к тому, что когда мы это обсуждали, и нам было интересно, что делают с деньгами люди, у которых их очень много, да, вот прям очень много. Не знаю, может они кастрик запаливают. Больше там ярда долларов, например, да. Мне кажется, люди приходят просто к благотворительности. Да. они начинают помогать другим людям и искать возможность помочь просто. И мне кажется, это нормально и так должно быть. Вообще, в экосистеме мировой, мне кажется, один большой недостаток, что деньги должны распределяться между всеми людьми. Я думал, ты скажешь, арухаб. Прости. Слушай, у нас тут и так интервью, такое, типа, на цитаты будут разбирать на Сибирспортру, но это не точно. Поэтому, да. Ну вот. Так вот, хирург. Да. Мы, подожди, о господи, в этом облаке тем, знаешь, в этом клауде очень сложно. так как... Окей, Леш, сейчас мы с тобой сыграем в одну небольшую игру. Это наша рубрика «Байки от уха». Сейчас мы услышим о тебе несколько баек, но там были одни правила, я решил их немного изменить. Смотри, как я, да, умею все это раскрывать на полный экран, она мастер. Ничего не получается. Ну, не важно. Вот такая у нас есть картинка. Control Plus. Да, Control Plus можно сделать. Давай, увеличим ее, да, действительно. Что мы, что мы за нелюди? Вот. Смотри, есть у нас темы алкоголь, автопати, драка, розыгрыш, подстава, турниры в 2000-х, кинуть на деньги и женщины. По этим правилам мы должны были услышать от тебя постепенно, по очереди, какие-то истории. Но я решил немного оживить эту игру и предложить не тебе выбирать темы, на которые ты будешь отвечать, и не мне, а вот нашим людям, которых никогда не видно, они все время находятся за кадром и вообще их работу сложно оценить нашим зрителям. Это наши товарищи-операторы. Вот пусть эти здоровые, классные мужики выберут тему, на которую ухо расскажет байку. Ну вот, давай, с тебя начнем. Драка. Драка. Вот хотел бы услышать человеку про драку. Расскажи байку про какую-то драку, которая у тебя была. Драка за 500. Вот хочу услышать драку самую мощную в твоей жизни. Я расскажу не драку, а расскажу поучительную историю. Про драку, я надеюсь. Ну да, пришел чувак и просто разъебал меня. Это не была драка. А ну-ка. В интернете мы играли на сервере на каком-то, что-то просто бегали. Я бегал и что-то я не помню вообще на чем завязывался конфликт. Я начал писать гадости чуваку. Ну типа там просто оскорбление. Ну так обычный день твой. Да нет. Вообще, ну типа странно, что не то чтобы даже странно, наверное в какой-то степени даже хорошо, что это произошло. Я что-то там нагрубил чуваку и ну и все. Потом через несколько, ну через какое-то время были отборочные на ВЦГ, это был 2004 год. Ну и пришел чувак в клуб. а он как оказалось какой-то кикбоксер там профессиональный то ли полупрофессиональный. Он говорит ты ухо? Да. Хуяк. В ухо? Нет. В семь швов было на губе. То есть он так меня прорубил пару раз типа ну то есть я пытался как-то там его в разуме типа мол типа давай поговорим мол типа там я понимаю, что там что-то произошло, но он короче там у него планка упала. Это вот как раз он обиделся на вот эти комментарии? На какие комментарии? Это на сервере было в игре. Я ему в игре начал я не помню что я ему писал но какую-то группу. Ну вот на эти оскорбления он обиделся. Ну конечно, да. То есть в принципе то что он сделал как бы я я не то чтобы даже не осуждаю его. То есть я понимаю почему это произошло. То есть это моя вина и я получил по заслугам. Ну вот там мне 6 или 7 швов наложили. Я еще и играл в таком состоянии. У меня есть кстати в инстаграме фотография подписывайтесь. А я видел я видел там ты как раз вот так да? Это вот это после этого случая? Ну это вот да это же было. Я еще смотрю на такой молодой думаю как-то так как-то так не срослось. Ну да. Не складывается. 2019? Нет, 2004 год это был и вот он пришел и развалил меня. Ну и вот к сожалению современное поколение детей которые там вот они особенно там цепляют тему с мамками они как бы не понимают типа того что ну не то что конечно они не понимают что они в интернете. Может пропали люди которые могут так развалить? А тогда типа оказалось что там какой-то это чувак из моего же города типа ну и раньше же так было что понимаешь там люди что играли в интернете они все равно были плюс-минус из одного города потому что ну не было даже такого там всеукраинский или там какой-то СНГшный сервак то есть все играли все кто играли в Counter-Strike они в принципе комьюнити все друг друга знали как оказалось потом этот чел сидел в Тринити там на дегтяревке знали то есть это был реальный человек а не какой-то из дому там откуда-то пришел то есть он регулярно играл в клубе и пришел меня разъебал вот такая была драка неплохо ну что ребят кто еще хочет услышать байку от уха давай какие смотри есть алкоголь автопати розыгрыш уже драка была подстава какая у тебя была подстава давай подстава а мы все будем за 500 брать зачем нам эти цифры что такое подстава подстава в жизни какая-то не знаю кидняк подстава я просто я вижу там есть кинуть на деньги потому что у меня было то что меня кинули на деньги организаторы ну давай мы это объединим эти две темы подстава и кинуть на деньги вот что у тебя было это тоже подстава смешно было да конец 2003 года и мы приехали значит я тогда мы представляли компанию GSC в которой вот я работал а наш капитан он договорился о спонсорстве с ну как бы мы были как киберспортивная часть GSC компания мы поехали в Литву тогда она еще не была Евросоюзом мы сделали визы у нас кстати менеджер был ковбой это менеджер сейчас нави подота состава Игоря Сидоренко мы поехали в Литву на турик на котором кто-то вроде должен был с Белоруссии приехать и вся Прибалтика то есть эстонцы латыши и литовцы турнир был в Каунасе такая веселая была поездочка мы приехали нас встретили поселили в какой-то общаге переделанной под гостишку то есть все было достаточно цивильно нас свозили там на пинбол турнир был в ночном клубе что для тех времен ну как бы ну это очень круто ты приезжаешь на ивент а он в ночном клубе на сцене значит заявлено было за первое место 600 евро да то есть мы поехали мы потратили на поездку где-то там 600-700 евро тогда я помню мы на автобусе ехали ну и типа мы приехали короче мы были в принципе мы понимали что мы фавориты но мы вот достаточно легко выиграли турик мы всех там развалили и значит а организатор был чувак с ником Билли Бой такой коренастый лысый такой такой колоритный персонаж ну и он как бы финальное награждение он выходит на сцену типа там пацаны поздравляю там там какой-то свет какие-то там тусовка чуваки что-то там все это смешно конечно было и говорит так подходит нам дает корпуса пустые просто пустой корпус от с под компа он даже без блока питания и говорит а какие-то грамоты говорит пацаны только тихо сейчас я вам сейчас вручаю а вы за деньги ничего не говорите мы выйдем потом я вам типа отдам капусту ну просто типа говорит сейчас с налогами связано куда-то вообще вопросов нет такие ну а мы мы приехали реально нас и поселили то есть мы не платили за жилье мы там играли в пингбол то есть этот отвлекающий маневр как бы сработал мы такие да-да типа там о все и я еще помню мы выходим с клуба и с нас типы которые стоят на улице орут ааа типа приехали блять корпуса получили типа аа ну то есть на самом деле я даже не помню процесс передачи там конверта не конверта короче мы нас встречает микроавтобус который везет нас в этот самый мы в него залазим садимся ну этот билибой приходит дает конверт капитану капитан открывает а там 100 евро вы такие типа брат а как такое подожди он говорит ну пацаны так ну вы же поймите вы приехали вы жили в гостинице жили мы вас в клубе там кормили там мы обедали по-моему два раза да вы в пингбол играли да ну вот эти деньги ушли туда а вот типа 100 евро тут как бы осталось это ваш призовой ну мы типа понимаешь ну и как бы все и что ты сделаешь ты в другой стране ка у нас это вообще город националистов там молодежь не разговаривает на русском ну тогда так было мы разговаривали на русском нас на нас смотрели как типа ну а прибалтика ты же понимаешь история там постсоветская то есть это же вообще не считается что СССР это было время оккупации ну то есть типа что СССР ну по истории если смотреть не суть важна суть в том что мы как бы особо там и не могли чером крикарствовать где наши деньги да так мы эти 100 евро на автовокзале в итоге слили на приколы просто и все и поехали счастливые домой но зато после этого мы поехали в Москву и GSC была первая украинская команда которая в Москве а на тот момент русские были в КС намного сильнее у них была команда М19 которая выиграла чемпионат мира у них были тогда и Virtus.pro и Фарзы то есть там были очень сильные составы русские вообще в КС были очень сильны а мы приехали были злые и понимали что нам надо взять реванш и мы выиграли турик который был перед там была серия потом турниров сезонных Asus а перед Asus был флешбек Open Cup и там за первое место если не ошибаюсь было 3000 долларов опять же это был ну за вычетом Billy Boy декабрь не-не долларов 50 да и это самое и в общем мы тогда выиграли этот турик и это были очень как бы очень солидные деньги на тот момент и в общем-то это так нас запустило по морали и мы развалили в Москве и были командой которая выиграла турик первая украинская ладно и третья последняя тема которую выберет человек который снимает крупно меня какую ты выбираешь тему женщины аааа я ждал кто думаю выберет эту тему женщины слушай ну женщины не так много женщин в киберспорте все кого я знаю все прекрасные дамы и очень интересные персонажи ну байка я могу сказать о том что например я познакомился со своей супругой благодаря тому что жил снимал квартиру вместе с менеджером просто Сергеем Поповым то есть они работали в одной компании а потом ушли и делали свой бизнес и вот где-то в этот период когда они там разошлись со своей компанией то есть если бы не Counter-Strike и не мое знакомство с Серегой то я бы ее как бы не узнал а я видел мне ее показывали на фотографии она занимала там пост какого-то директора что-то там директор я так посмотрел а там еще фотка была такая я такой думаю о бля ну это не мой уровень это даже даже и не снится то есть она мне понравилась на фотографии ну типа я как бы забил а потом получилось так что она пришла ко мне домой для того чтобы с еще одним чуваком и с вот этим моим другом как раз таки обсудить дела по этому самому ну и мы встретились у меня в квартире было вот это сияние когда она входила в квартиру не мне очень понравилось то что у нее были волосы назад в резинку затянутые это меня прям это так тебе тоже это нравится ну сейчас она вообще короткостриженная то есть суть не в этом суть в том что наверное это просто женщина которая то есть благодаря Counter-Strike я познакомился с ней да можно так сказать потому что опять же если бы я не играл в Counter-Strike я бы не знал Серегу Серега вообще из Харькова то есть как бы я киевлянин он харьковчанин и это самое и ну я могу только сказать что женщин нужно беречь уважать не обижать ну и в принципе на этом можно вопрос с женщинами закрыть ну не то чтобы байка мораль получилась по поводу женщин но это хорошо я должен всем женщинам передаю такой такой скажи я присоединяюсь к посланию уха беречь уважать и в принципе мы билибой тоже можем отнести к женщинам в принципе почему нет билибой тоже тебе будем беречь уважать хорошо StarLadder Berlin Major мы переходим к нашей любимой теме которая сейчас для тебя очень важна как ты думаешь вот непобедимые Astralis они что с ними вообще случилось ты веришь в то что они вообще после ну вообще смогут выиграть ну вообще неудивительно что у них сейчас в состоянии стагнации находятся понятно почему потому что был длительный период в котором они доминировали и это должно было закончиться как в любом спорте всегда есть конец да рано или поздно в принципе они и так были по по ультимативности тимплея если можно так выразиться Astralis наверное это лучшая команда за всю историю именно тимплея и вкупе знаешь вот с таким совокупности с таким вот с хорошим системным подходом к игре потому что вот когда доминировали бразильцы у них все-таки было видно такая искра в игре с точки зрения вот какого-то романтизма они такие более мне казалось что они больше играли от ситуации всегда и вот именно от индивидуального мастерства а вот Astralis это как машина знаешь они такие плюс стоит понимать что последняя доминация Liquid которая происходит за там уже месяц 4-5 у нас они там всех снашают это тоже определенный знак для тех же Astralis чтобы как-то проявить себя и показать почему произошел спад ну вот очень хорошее замечание мы с Ваней общались с Джонтой тренером Winstrike по поводу Astralis он сказал что ну он как понятно по своей специальности смотрит много игр и следил много за Astralis он сказал что ребята не поменяли свою игру то есть все фишки которые они юзали там последние там год или полгода они их типа не поменяли то есть там осталась основа такая же и что мол все кто играют против них знают об этом что если происходит какое-то действие значит инста под него контр действие то есть они не эволюционируют да но опять же зная Astralis понимая то что это датчане да что это скандинавы и у них очень сильный тренер я уверен что они к мажору подойдут ну они будут удивлять с хорошей точки зрения тут интересно другое что смогут ли Liquid на вот этой волне хайпа на которой они находятся сейчас действительно очень сильно индивидуальной игры и наверное я бы сказал даже что у них очень хорошие есть фишки которые я замечал и давно не видел у многих команд у них есть внутри раундов классные колы за диффенс когда они разыгрывают микро ситуации или макро ситуации там типа 4 в 4 3 в 3 как они двигаются видно что они не просто там рандомно меняют позиции а что есть идея именно в диффенсе именно в середине раунда ты прям заметил в одной из игр интересно вот смогут ли Liquid выиграть этот мажор вообще это безусловно событие для меня лично например это очень крутое событие с точки зрения того что турнирный оператор из нашего региона получил мажор по кс этого не было до этого много лет то есть наш наш оператор турнирный получил мейджор статус турнир статус мейджор и он заслужил это полностью потому что StarLadder то какой объем он делает турниров и какое количество было проведено ивентов но это как бы тут это не обговаривается это в снг это топ 1 оператор но vplay конечно же старается не отставать и сейчас у нас такой очень интересный период впереди у нас будет тоже много всего хорошего поэтому тут и почему наверное я еду потому что может быть если бы это кто-то другой был может я бы даже и не поехал но именно StarLadder хочется конечно попасть на ивент плюс я очень удачно в принципе для себя съездил в Катовице опять же благодаря vplay у нас отправили банду туда и мы там достаточно плодотворно скажем так провели время и это уже может быть даже традиция такая для меня потому что если я не комментирую мажор то я хотя бы еду на него посмотреть но это уже как бы это для меня ну все-таки это ну это не этап но это какое-то достижение и хорошо что я могу там что vplay может мне это обеспечить я могу себе это позволить сказать что ребята я хочу на мажор отвезите меня туда это очень круто поэтому а и плюс берлин я был в берлине в прошлом году осенью мне очень понравилось очень интересный демократичный город классный свободный с точки зрения архитектуры интересный ну много всего много всего и в сентябре как бы это еще знаешь бабье лето это перекос вот этот вот лето-осень начинается это очень хорошее время просто туда сгонять слушай а если все-таки вернуться к командам да то нави не хотелось бы конечно нави ой это конечно боль это боль это слезы я думаю что топ 4 будет супер супер крутым достижением для них потому что последнее а так ты прогнозируешь какое место как ты думаешь топ 4 топ 4 топ 4 да но это оптимистично топ 4 оптимистично плюс очень нужно чтобы они вышли из группы потому что ну во-первых я еду я буду кричать как я кричал в катавице я общался и с зевсом и симпл когда тогда написал твит я очень нормально так хайпанул там собрали миллион лайков по поводу того что нави слышали как я кричал я старался их поддерживать и где-то это работало где-то нет я хочу опять же покричать нави прям поболеть вот так вот чтобы знаешь ну потому что мне до сих пор там пишут люди и отписываются и говорят о том что они помнят как это было ярко я залетел на попал несколько раз в англоязычную трансляцию там и мне клипы скидывали как ну вот идет бродкаст турнира и слышно какой-то псих орет в зале нави да на русскоязычной трансляции этого не было слышно ну и хорошо ну видишь тебя постарались вырезать не-не-не это по другой причине там просто потому что продакшн идет не с места а со студии с Москвы поэтому у них ну то ли не было звука зала то ли не знаю суть не в этом суть в том что опять же тебе хочется повторить хочется повторить хочется похайпить и плюс мне пообещали футболку нави именную то есть у меня будет своя футболка нави с именем со своим поэтому это круто поэтому сам бог велел знаешь поехать ну хорошо а ты можешь сделать такой предикт расставить топ 4 команд вот так как тебе кажется они займут такую же историю я хотел бы предложить и нашему зрителю пока сейчас Алексей думает сделайте ваш предикт как распределяться первые 4 места на этом мажоре и тот кто собственно выиграет тот и получит приз от нас от виплей ну слушай я вообще ну предикшн это неблагодарное дело это настолько ну это типа ты сейчас нивелируешь мои слова в сторону зрителей ну потому что на самом деле это пальцем в небо то есть предикшн ну это это азарт я сейчас пытаюсь вспомнить кто там у нас ну смотри в топ 4 попадут liquid astralis нави это тоже а ENS ENS нет ENS нет но made in brazil без cold zero я не знаю как они Mibor тоже нет Mibor дай боженька чтобы там из группы вышли так я сейчас пытаюсь список команд просто я пытаюсь вспомнить кого я там недооцениваю так чтобы сейчас секунду mouse нет hellraisers mouse nip phase nip сейчас почему никто не говорит о ванга по ряду причин вот у нас в прошлом выпуске был Adren в принципе можете посмотреть в прошлом выпуске думаю вот вот vitality могут vitality да vitality vitality могут прямо еще могут могут ну давай попробуем первое место думаешь liquid доминация liquid ну типа смотри на бумаге на бумаге выглядит все так что liquid занимает первое астралис второе navi третье вместе с vitality четвертое но я же тебе говорю prediction никогда не работает очень редко можно угадать вообще топ 4 это если понимаешь у тебя сколько там у нас 24 команды и ты из 24 команд должен 4 выделить но естественно ты будешь брать самых сильных кого я беру самых сильных то есть понятно navi я беру потому что я фанбой navi то есть и плюс опять же объективно они действительно ну это сильная команда ну вот мауза может быть но vitality смотрится конечно в этой четверке попредпочтительнее astralis ну вообще далеко не факт что astralis не оступятся и вообще дойдут до этой стадии понимаешь то есть они могут реально там полуфинале попасться по сетке на тех же liquid либо на тех же navi будет равная игра и на допах выиграет ну например то есть поэтому такое ну то есть тут личный предикт уха ну опять же предикты это дело такое как сказал уха в общем личный его предикт это у нас первое место liquid потом astralis потом navi естественно и четвертое место я уже и забыл даже vitality vitality да мы между моего за вами vitality ты выбирал vitality а вы напишите свои 4 первых места и если вы угадаете мы естественно подарим вам подарок а подарок сейчас для тебя будет большой сюрприз подарок будет тот который привезет ухо из берлина отлично а победитель получает автомобиль запорожец никто не думал что ухо едет туда за автомобилем запорожец в берлин в общем это будет подарок из берлина специально от уха вы получите его вот и я сейчас раз уж мы говорим о мажоре хотел бы тебе представить такие пары команд ты выберешь за какую команду ты бы болел в этих парах ну вдруг так на мажоре случится и мы увидим такие сочетания давай вот начнем так авангард dream eaters вот если они встретятся за кого будешь болеть слушай ну как болеть вот как тут можно болеть когда играют две команды которые представляют наш регион вот как тут можно болеть dream eaters не симпатичны тем что они поднялись из грязи да скажем так в князи условно говоря то есть они реально прошли очень большой длинный путь и своей игрой заслужили быть на мажоре авангард это уже такой опытный боец уже регуляры мажора то есть очевидно что я не буду здесь болеть за кого-то я просто думаю о том что авангард как бы выиграют они просто сильнее вот и все поэтому наверное пускай будет авангард окей авангард да хорошо если энс против нипов встретятся ой ну нипов что-то совсем мрачное в последнее время мне не нравится хотя и энса тоже ну тут наверное финны мне более симпатичны они вот они знаешь вот я говорил про dream eaters вот энса тоже это команда которая сделала себя за год то есть там или за полтора аллу пришел и создал вокруг взял вокруг себя себе взял молодых финнов никому неизвестных да там а ну как там а сергея было что-то известно это потому что у него фамилия сало и ему 16 лет знаешь типа того ну то есть как бы там да понятно были люди такие то есть они тир 2 игроки но тем не менее он вот эту команду сделал тир 1 а вот нипы это одно сплошное разочарование при этом от турнира к турниру происходит одно и то же поэтому энса естественно выбор тут у нас энс да а если бы встретились хеллрейзер против мышек но мауза смотрится здесь предпочтительнее и вроде как они в матчапах тоже выигрывали и это та команда которая может удивлять приятно и наверняка покажет хороший результат на мажоре опять же хеллрейзер это организация которая ближе ко мне что я знаю ребят оттуда и и Ламыч и Кирилл это парни с которыми я играл в команде какой-то отрезок времени ну типа знаешь здесь сердцем за авангард деньгами за мауз спорт как-то так тем более что авангар тут даже нет за хеллрейзер да ну про сердцем услышал не ну за хэр но я думаю что провал будет вообще страшный на мажоре ну тем не менее болел бы за них ну конечно ну я же говорю за команды своего региона а ликвид против фейзов ну это уничтожение фейзы вообще абсолютно мрачные непонятен мне мув был изначально с Керриганом потом мув с Адреном был непонятен потом мув непонятен мне был с Нео вообще это команда к которой отношусь очень критично потому что где-то там какое-то время назад она была овер расхайплена и они действительно показали какой-то результат но было видно в их игре что стабильности не будет потому что у них не было какой-то основы а сейчас когда они играют уже вроде как по тактикам и стратегиям когда это требовалось это раньше делать и отталкиваться отталкиваться от какой-то основы причем это все очень субъективно например Гарниан на меня подписан в твиттере понимаешь то есть ты уже плохого не скажешь все ну типа слишком много вопросов Ликвид мне не нравится потому что это во-первых Северная Америка это регион в который в моем понимании играть в Counter-Strike не умеет то есть типа эта команда как раз таки все вот эти вот мои знаешь мое предвзятое отношение она полностью его разбила сейчас то есть и эта команда очень сильная очень сбалансированная у них очень крутой тренер Адрен который пришел американский он я следил за ним еще когда он играл и он делает ну он крутой и Ликвид крутые то есть это безусловно факт это сильная команда но мне просто но болел бы ты за ну за Ликвид в этой паре за Ликвид потому что Фейзы это уже отработанный материал и непонятно что там спасет эту команду слишком все индивидуально строилось раньше ну и как бы строилась игра от индивидуальных каких-то мувов я опять же в моем понимании игра Counter-Strike игра командная и когда там ну не знаю это все очень это настолько субъективно это значит отдельно отдельный подкус нужно записывать и разбирать каждую команду на части здесь у нас вопрос только простой то есть за кого-то болел увидев Ликвид потому что Ликвид ультимативно играют сейчас просто ну и каждый раз когда каждый раз когда идет разговор о силе команды вот типа знаешь типа самая сильная команда ever каждый раз когда команда новая появляется вот новая видно сильнее предыдущей и вот даже сейчас я могу сказать что Ликвид индивидуально играют сильнее чем Астралис вот на тот момент когда доминировали но опять же это все субъективно это мы сейчас сравниваем потому что мы сейчас имеем такую ситуацию ну да как бы как бы оно было то есть когда они играли раньше то Астралис просто уничтожали Ликвид как бы и те ничего не могли сделать то есть понимаешь что это такое ну да соединить бы эти две команды на их пике надо этот конкурс менять хорошо меняем на Ави Астралис очевидно что я здесь за Нави как бы и здесь часто и деньгами за Нави и сердцем за Нави это организация которая очень близка мне это люди которые стоят у основы и которые там работают которых я знаю много лет они то есть можно сказать то что я был во всех офисах Нави с самого создания то есть еще когда квартира на левобережке была знаешь там съемная я был во всех всегда у меня был доступ ко всем игрокам то есть я могу там свободно написать тому пятому десятому поговорить там с управляющим там с тем поэтому Нави просто это команда которая у меня в сердце и тут уж как бы то есть это знаешь это даже когда очевидно там у них нет шансов я все равно слепо буду в это верить это какой-то такой парадокс для меня лично но все равно Нави остаются моей командой мы даже вот так сделаем сейчас ага если мы сможем вот ну вот да это НАТУ с Финцера это НАТУ с Финцера хорошо это были все команды которые мы хотели с тобой обсудить в принципе мы узнали от тебя все что хотели насколько я понимаю болел бы ты за Нави болеешь за Нави и будешь болеть в Берлине наши зрители я надеюсь будут болеть тоже за Нави потому что я тоже являюсь фанатом Нави если вы помните первым гостем у Подкуста был Бумыч да мне тут как раз мои любимые мои любимые ребята ребятушки показывают что нужно поставить вот эту штучку Подкуст вот первым гостем Подкуста был именно Бумыч мне очень следил за ним следил за тем как он играл в Кёльне как вы зачеркивали его как он кого-то зачеркивал ну я с телефона просто у меня была там ситуация я просто смотрел с HLTV ну с HLTV вот я просто смотрел на эти сухие цифры как кто-то куда-то пропадал как я не видел как Симпл там с этим ножом вот в общем болеем мы все за вами душой Симпл меньше ножей вот больше головы вот мы тебя все очень любим ну что ж спасибо тебе Алексей за то что ты поучаствовал в нашем разговоре в наших рубриках у нас в конце в нашем Подкусте всегда есть такая традиция мы вскрываем конверт который мы специально создали для того чтобы хранить в нем вопрос от предыдущего гостя предыдущим гостем у нас был Адрен знаешь кто это такой я такой вопрос глупый сейчас задал Адрен да ну это не тот Адрен американский это наш Адрен из Казахстана вот он написал специально для следующего гостя такой вопрос мы не видели я не знаю что здесь озвучиваю пожалуйста чем отличается кумыс от священной воды ну логичный вопрос сразу видно не американский Адрен писал ну вода понятно священная наверное та которую батюшка светит да а ты прям вглубь вопроса решил углубиться я не понимаю по молекулярному составу это вроде как такой я так понимаю молочный или не молочный продукт это козы делают из козьего молока да вроде ну вот собственно вода отличается от молока ровно тем что это вода это молоко ну как-то так не знаю вообще будет следующий может быть он будет из мира доты может из другого вообще ну из мира киберспорта точно поэтому напиши вопрос который тебя интересует или ты хотел бы вдруг наугад попасть в какого-то человека мы его зададим а пока пока ухо пишет я хочу попросить вас дорогие наши зрители нажимайте на вот этот потеребоньки где там этот колокольчик внизу под видео нажимайте на него это будет означать вашу подписку на наш канал заходите на наш телеграм канал тоже подписывайтесь будьте всегда в курсе всех новостей киберспорта там же вы будете узнавать кто будет нашим следующим гостем на подкасте и вы найдете как раз все ссылки на предыдущие подкасты и на информацию о будущих мажорах вот жаль что придется конечно наверняка вырезать все что я рассказал про нави но я надеюсь мы это все оставим и так что ого я не буду смотреть не хочу смотреть мы не будем даже смотреть мы хотим узнать на самом деле не так-то и просто задать в принципе какой-то такой вопрос в пустоту непонятно кому ну я достаточно такую стандартную форму ну когда придет следующий гость вдруг это придет кто-то супер известный я так и скажу ухо сказал вопрос непонятно кому это был подкуст с замечательным Алексеем Малецким ухом более известным как ухо супер комментатор супер человек было очень приятно с тобой пообщаться но Субтитры сделал DimaTorzok